друзья всем привет эта компания про тюнинг на связи мурат и мой сведущий игорь сегодня мы с вами посмотрим новости за прошедшую неделю итак давайте приступим начнем с первой новости мурат первая новость прошла презентация электрокаров сиами с ю 7 наконец-таки от автомобиля представила компания потому что уже давно о нем разговаривали и тут нам статье говорится о том ну об основных характеристиках автомобиля на самом деле которые очень сильно впечатляют во первых разгон машины от 0 до 100 за 2 и 7 секунды во первых понятное дело что машина будет гипербыстрая максимальная скорость у нас будет ограничена на 240 5 километров в час и также на автомобиле будет два режима режим дрифта и режим гонок на треке то есть машины будет видимо своя система для отслеживания времени круга что в принципе очень приятно также на одной зарядкой этой машине в версии макс можно будет проехать до 810 километров а этом это будет у нас полностью электромобиль то есть запас хода в принципе очень большой для такой машины что не может не рад для стране вот приводит в пример тест на model 3 который приезжая проезжает с одного заряда всего пятьсот шестьдесят километров понятное дело что машина не будет проезжать прям все 810 электрокара проезжает чуть меньше чем заявлено завода но при этом даже если у нас завода заявлено 810 я думаю к метров 700 600 машины будет проезжать что в принципе вполне достаточно даже для перемещения по межгороду также у машины будет много мелких фишек это удобный подголовник и холодильник для напитков фонарик с powerbank и отсеки под гаджеты то есть вроде бы у нас седан простой но при этом в машине уже есть холодильник скорее всего думаю это будет у нас в бардачке у пассажир реализовано и наверное самая интересная функция этой машины в том что под экраном мультимедиа можно будет установить дополнительный блок с кнопками физическими то есть сейчас по все время идут новости о том что управление с сенсорных экранов автомобилях это немножко опасно что в принципе правильно потому что когда у нас есть кнопки физические и мы ездим постоянно машине мужчин интуитивно знаем где они находятся и можем включить кондиционер настроить температуру или что-либо под себя несмотря на эти кнопки не отвлекаясь от руля и на самом деле это очень круто что мы можно будет до установить вот такой вот блок с кнопками в общем классно что об этом позаботились то есть угодили и тем кому нравятся экраны современные мультимедиа большие полностью сенсорные и тем кто еще к этому всему не привык и не хочет привыкать те могут до установить тот самый блок с физическими кнопками кстати внешне автомобиль очень напоминает porsche taycan ну да машина на самом деле построена на одной базе это неудивительно что они напоминают и даже есть некоторые элементы в плане дизайна которые сходятся но самое интересное что 7 заявляет что их новые автомобили системе этот прямой конкурент тому же самому тайкан то есть они берут его базу и сразу же заявляют о том что наш автомобиль будет конкурент вашему porsche ну посмотрим как она будет на деле я надеюсь что эти автомобили доедут нам в россию потому что очень хочется на нем прокатиться и понять что же это на самом деле все таки все мы знаем все они как бренд который производит телефоны и планшеты ноутбуки в общем всю эту периферию но никак не автомобиль очень интересно и ждем переходим к следующей новостью ferrari ferrari фарара фрарери и ламборгембер ferrari запатентовала водородный двигатель да очень интересно в том плане что мы видим у нас уже давно имеются стандартные автомобили с двс сейчас набирают просто невероятно популярность машины электрокары и многие в последнее время как раз так и занимаются разработкой чего-то нового именно водородных двигателей но также как и toyota очень много денег вкладывает в разработку таких автомобилей и на самом деле очень классно потому что они обладают рядом преимуществ в сравнении с привычными нам машинами в первую очередь это запас хода такие машины могут проезжать чаще всего больше тысячи километров с одного бака топлива топлива по сути это вода в общем очень классно и также ferrari краски патентует автомобиль который будет у нас среднемоторный с рядной turbo шестеркой и очень интересно то как устроен здесь двигатель то есть это не стандартный блок у которого снизу находится коленвал а сверху распредвал а он наоборот как бы сверх на голову развернут так что у нас сверху теперь стоит коленвал а снизу распредвал интересно как это будет работать и вообще сделают ли это все ferrari покажут ли они такой автомобиля в живую на дорогах и вообще будем ждать снова ждем разработка новых технологий в этот раз не из китая а из европы именно из италии от ferrari следующая новость будоражило всех автолюбителей mercedes а именно впервые без классического мотора в 8 представлен новый гелендваген mercedes-benz g550 2025 до статьи говорится о том что привычный на mercedes g500 он же g550 для ряда некоторых стран лишится теперь мотору в 8 это будет рядная шестерка трехлитровая которая выдает 443 лошадиные силы что на 27 сил больше чем в предыдущих машинах которых было был мотор в 8 все благодаря тому что у нас машина будет система мягкого гибриды как вот в mercedes галере купе который стоит сзади нас как x6 м который стоит красок и здесь за кадром это тоже такой новый способ обойти ограничения которые вводятся в евросоюзе по автомобилям гибриды в общем то есть у нас есть привычный нам двигатель внутреннего сгорания то есть это не та система как в леса 0 9 гибридная вроде бы да где у нас машина полностью передвигается на электротяге адв служит как просто подзарядка как генератор для той самой батареи тут у нас всю тягу берет на себя двигатель а на нем установлен стартер генератор который чуть подкручивает мотор в некоторых моментах и добавляет ему мощности также тут у нас что поменялось в этом гендвагене но во первых что видно сразу это решетка радиатора у которой идут четыре горизонтальные ламели вместо привычных трех на 63 версии они останутся такими же как и были собственно как в этом голове купе который стоит сзади вертикальные и в шестьдесят третьем останется тот самый в 8 так что можете не переживать я думаю mercedes еще долго не будет от него отказываться было много новостей что mercedes отказывается от 8 это последний гендваген юбилей но нет все будет также дальше продолжаться и небольшие изменения в плане внешнего вида у нас немножко будет переработан передний бампер камера кстати сместиться теперь с решеткой радиатора на сам передний бампер также сверху над лобовым стеклом будет небольшой такой спойлер не знаю будет ли они от него толк но mercedes заявляет то что он будет улучшать аэродинамику как бы это странно не звучало с гендваген вот этот автомобиль полностью квадратный и меньше будет слышно шум от ветра который издает собственно сам автомобиль это верхняя его часть на высокой скорости вот вторая часть этот краски к поводу именно шума который издает автомобиль я думаю более достоверный скорее всего он не будет так шуметь когда будет ехать очень быстро новые колеса немножко переработали дизайн в принципе на этом и все суперседан янг ванг ю янг ванг ю7 янг ванг ю7 янг ванг ю7 янг как сказать янг суперседан луканг следующая новость суперседан янг ванг ю7 4 электромотора и 1306 лошадиных сил это собственно собрать того автомобиля который очень сильно прогремел это янг ванг ю8 да тут внедорожник которого был дрон на крыше который мог разворачиваться на месте китайцы на него давали пожизненную гарантию и вот эта вот ситуация с тем как вы говорите название китайского автомобиля я думаю скоро нам реально придется учить китайский язык в чем особенность этой машины во первых сразу бросается глаза ну и по ловко понятное дело это 1306 лошадиных сил тут же статье нам приводится примера о том что ну от других электрокарах супер мощных это тесла модул с плейда который 1020 лошадиных сил и зигарда зигар 001 у которого 1265 до 1265 лошадиных сил у этой машины 1306 сил казалось бы просто гиперкар какой-то но при этом мы смотрим на ее массу это 3095 килограмм машина будет очень тяжелым и все-таки это электрокар учитываем сюда вес батареи которые как здесь говорится весит 900 килограмм и накладывается все это весь этот вес на то что машины 136 лошадиных сил как она будет ехать пока что большой вопрос такая масса не маленькая достаточно я думаю это будет точно наверно меньше трех секунд но будет ли она быстрее тех же своих собратов по мощности зигар и тесты будет большой вопрос также у нас здесь раскрывается дизайн автомобиля с салонами внутреннего интерьер и на самом деле сделано на мой взгляд достаточно спорно но опять же это все фотографии я на многие машины которые вижу на фото впервые та же самая бмв семерка меня на честно говоря вообще не понравилось на фото на видео но когда я увидел вживую я поменял полностью мнение я предполагал что будет здесь нужно будет увидеть опять же не знаю дает ли они эти машины до россии сколько их в принципе будет выпущено будут ли они пользоваться спросом огромный вопрос будет интересно посмотреть на нее потому что сделано но как минимум необычно на послал на самом деле хотели сделать дорого но выглядит очень спорно не знаю будь живой конечно посмотрим этот нравится к не скотчем здесь прилепили проводочка ладно это шпионские фото пойдет очень интересно сколько машина будет стоить уже после старта поскольку эта новость такая некая вот на я здесь даже нету фотографии полноценных по которым можно оценить в принципе весь внешний вид автомобиля вот и в будущем можете данный автомобиль заказать нашим описание ну да тем более мы привозим самые эксклюзивные машины у нас буквально недавно были привезены марседеса мггт одни из первых в россии поэтому нет неуполнимых задач обращайтесь все сделаем я на повышает градус младший кроссовер byd выходит на рынок по цене лады весты самое интересное наверное у всех возник вопрос почему именно лада из наверно сделано для того чтобы было более понятное сравнение автомобильную опять же то здесь мы видим я над я честно говоря впервые слышу такой марки автомобили но опять же эти китайцы столько машин у вас производят во первых это кроссовер веста это седан зачем их сравнивать ну ладно допустим тут у нас говорится о том что byd снижают цены на свои автомобили потому что на китайский рынок электромобили вышел volkswagen который начинает не то чтобы потихоньку отнимать а прям идти просто семейными шагами и обходить в продажах даже byd здесь показано в цифрах в прошлом году volkswagen продал 323 тысячи электромобилей в китае а byd продал 302 тысячи автомобилей при этом volkswagen это рост плюс 15 процента по сравнению с прошлым годом а убивой дин на 0 1 процент даже упал спрос на их машины то есть им нужно срочно что-то делать не отдавать часть рынка volkswagen и из-за этого они краски снижают цены на свои машины окраски заявляется то что цена на этот автомобиль будет старта стартовать переводе на рубли от одного и двух миллионов рублей до одного и пяти но опять же это цены в китае если мы привозим машины сюда я думаю это будет цена уже сто процентов от двух миллионов как минимум вспоминаем весту которую можно взять насколько я помню на сегодняшний день около одного и восьми миллионов со всякими скидками это будет даже еще дешевле веста можно взять за 18 даже с всеми скидками еще и меньше если уж мы сравниваем эту машину с веста начиная просто с мощности просто автомобиля мотором тут у нас стоит один электромотор на передней оси который выдает 95 лошадиных сил казалось бы вроде бы у веста не сильно больше но это электрокар у которого есть огромная батарея она тяжелая и тут уже эта машина будет сразу проигрывать до 100 эта версия разгоняется 12 секунд тоже веста насколько я помню уже выезжает из 10 если мы берем весту спорт то там уже начинается прям настоящий драйв настоящий автоспорт и она точно будет ее объезжать ну и плюс у версии у которой 95 лошадиных сил максимальная скорость ограничена на 150 км в час ну честно говоря не очень приятненько да у нас нигде нельзя ездить на на этой скорости кроме естественно отдельных треков гоночных но опять же тоже веста может ехать гораздо быстрее в общем опять же везде приплетают веста для сравнения но если что хотите то эти машины я думаю точно нельзя сравнивать и я думаю мы только что в этом убедились газ подал заявку на регистрацию товарного знака волга и логотипа солениум да на самом деле будет я думаю продолжение истории который у нас сейчас происходит с москвичом в принципе это уже не новость о том что газ будет скоро произвести машина тянется еще с прошлого года но сейчас они уже подали заявку на то чтобы собственно зарегистрировать товарный знак волга и как заявлялось ранее волга будет работать как сейчас принято говорить с нашими восточными партнерами то есть я думаю это будет та же самая ситуация опять же что и с москвичом то есть это будет джак но вся крупновозловая сборка будет у нас в россии и все это будет выпускаться под брендом волга так друзья последняя новость которую мы хотим с вами обсудить новый fiat 500 получит бензиновый двигатель из-за слабого спроса на электромобили ну да вот это вот повестка который в последнее время именно падение спроса на электромобили дома в принципе это уже не новость потому что fiat не первый кто возвращает те самые dvs замена электро мобилям и на самом деле сейчас все компании до этого вкладывали огромные деньги в разработку электрокаров поэтому мы видим то что сейчас у нас очень много таких машин появилась на дорогах но не всегда они могут пользоваться спросом тот же самый fiat 500 машина на самом деле который продавался очень хорошо в европе те самые узкие европейские улочки маленький fiat 500 плюс электромобиль как будто бы звучит все хорошо машина для города маленькая компактная то что нужно но при этом спрос на электро fiat 500 был гораздо ниже чем на ту же самую машину которая была ранее только бензиновая и fiat вместо разработки опять же нового поколения этого fiat 500 который будет у нас с dvs решил все-таки не делать этого это будет впервые вообще в историю насколько я знаю когда электромобиль не переделывая его платформы будут оснащать двигателем внутреннего сгорания в общем что хочется сказать вся та зеленая повестка которую в последнее время очень сильно продвигали и все хотели собственно евросоюз и думаю именно оттуда это пошло хотели перейти полностью на электромобили сейчас понимаем мы что этого к сожалению не будет или может быть к счастью я думаю электромобили в будущем не станут полной заменой машинам с dvs а станут просто частью рынка то есть у нас будут стандартные привычные машины с двигателями внутри разгорания электромобили машины с двигателем водородным потому что toyota очень сильно вкладывается в эту технологию в последнее время и до последнего оттягивает момент полного перехода на электротягу в своих новых автомобилях и выходят собственно с этими заявлениями что а стоит немножко одуматься и пойти в сторону водородных двигателей в общем в будущем у нас будет рынок очень такой разношерстный я надеюсь не менее интересным чем мы имеем сегодня и так на этом все хочется сказать что автомобильный мир с каждой неделю не перестает нас радовать будем ожидать все эти новинки и подписывайтесь на наш youtube канал также подписывайтесь на наш телеграм-канал где каждый день практически выходят новые новости а собственно автомобилях будьте в курсе них самыми первыми обязательно ставьте лайк на это видео напишите какая новость вам понравилась больше всего и увидимся на следующей неделе